Паралич совести Вряд ли, если необходимо давать развернутую оценку этой выходки, вылазки наших, так сказать, ультраправых. Среди них мы видим и прозрительно неадекватные фигуры, вы понимаете, о ком идет речь. Конечно, Рауль Хаджима своими правильными, пошаговыми, системными, смелыми действиями растревожил осины улей. И последний упорно сопротивляется уверенному и успешному наступлению власти на его преступно-шкурные интересы, чрезмерной алчности и никак не подтвержденные, а потому ничем не оправданные, явно завышенные амбиции. Никаких оснований, причин и поводов для проведения референдума с таким вопросом его повестки нет, близко нет. Победу на выборах законно избранного президента Хаджима признал, признали все, признали все, и в том числе и экс-кандидат в президенты и лидер нынешней оппозиции Бжанья. И даже поздравил Хаджиму с этой победой. Но затем вынужденно, взяв изрядную паузу, вы знаете, эта пауза длилась почти год, даже больше, для того, чтобы перевести дыхание, видимо, как бы спохватившись, и, очевидно, все-таки по указке своих хозяев взял слово обратно. Резко изменил позицию. Но из песни слова не выбросишь. И потом это же не детский соотслужитель. Оппозиция спешит как можно больше навредит наметившимся очевидным положительным политическим подвижкам, сдвигам и процессам, дабы не дать им развиться. Это не просто очередной совпадающей провокации, это самый настоящий политический авантюризм, граничащий с государственным преступлением, с государственным идеологическим террором, фактически, который может перевести в другие формы террора. Только дай возможность, как говорится, пусть и дело на самотек. Выше руководство на правильном пути, но оно тем самым растревожило. Я уже не хочу повторять. Что растревожило? Страшные эти вещи. Если бы прокуратура оказалась на высоте, а в этом много упирается, и довела возбужденные уголовные и другие дела до конца, то под занавес этих дел пошел бы и сам выдавленный, бежавший от народа, экс-президент Анквар, главный сценарист, режиссер и дирижер всех этих авантюризмских акций. И тогда им было бы не до референдума, поверьте. Конечно, отставить отвлекающий от работы провокационный референдум. И ни в коей мере не идти на поводу ошалевшей оппозиции, не дающей себе полно, она оскорбляет власть. Это же сейчас они говорят референдум цивилизованных форумов. Оскорбления сколько было, это надо привлекать к уголовной ответственности. Полный отчет не дает себе своим действиям, не ведает, что творят. Они спешат, потому что знают, что скоро успехи власти будут еще более ощутимы и наращены, и тогда конец с их реваншистскими идеями надежда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова